Здравствуйте! Сегодня при выполнении проекта Небылица мы с вами закрепляем наши знания и умения по работе с командой Светофор, повторяем, как дорисовать необходимые элементы в формах, а также будем учиться менять этикетки на кнопках. Итак, повторю, все необходимые предметы мы можем брать из форм, а также из вкладки движения, из вкладки фигурки и из интернета. Напоминаю, если вы хотите, чтобы у вашей картинки, скачанной из интернета, был прозрачный фон, она должна быть скачана в формате PNG. Итак, объекты, которые вы видите на листе, корова, рыбка, месяц, облака, деревья, пальма, все это взято из готовых форм. А такие предметы, как сосульки, курочка, картинка бобра с такой смешной мордой, свиньи, конфетки, все это скачано из интернета. Итак, чтобы дорисовать какие-то элементы к форме, мы заходим в формы, кликаем правой кнопкой, в данном случае мы выбрали облако, правой кнопкой по облаку, берем карандаш, выбираем нужный цвет и дорисовываем необходимые элементы здесь. И теперь у нас уже не просто, как из обычного облака идет дождь, а такой необычный клубничный дождь. Сохраняем. Далее, то же самое мы проделываем с коровой, кликаем по форме правой кнопкой, дорисовываем ей крылья. Вы видите, что крылья смотрят здесь в одну сторону, сохраняем. Кликая по второму объекту, крылья смотрят в другую сторону. При записи команд мы видим, что эффект получается, как будто корова летает, машет крыльями. Далее, то же самое мы проделываем с рыбкой. Берем копию, вы видите в формах две рыбки. И чтобы создать элемент ходьбы, мы должны нарисовать ноги. На первой рыбке, вы видите, вот так нарисованы ноги, сохраняем. И на второй копии, вы видите, как расположены ноги, дорисован еще зонтик. Сохраняем команду, кликаем по ней. Вот теперь у нас получается эффект хождения рыбки. Такие формы, как конфеты, которые вы видите вот здесь рядом у нашего смешного героя, баночка с конфетами, мы их скачали с интернета. Они есть в готовых формах. Чтобы их записать и привести их в движение, кликаем правой кнопкой. Мы можем посмотреть, что достаточно записать все конфеты в цепочку команд и разделить их лишь только паузой. И нажать на кнопку постоянного движения. Сохраняем. То же самое с баночкой конфет. Сохраняем. Команда с курочкой вам уже известна. Подобное мы пополняли в проекте с золотой рыбкой. Что же касается нашего необычного героя, здесь скачана картинка бобра, вот вы видите, и скачана отдельно голова свиньи. В формах при помощи вертикального зеркала мы смогли повернуть голову свиньи. При помощи вот такого вертикального зеркала она у нас поворачивается и сохраняется. Для этого лишь нужно только взять, нужно было две копии. И при наложении и записи определенных команд получается эффект вот такой. Хорошо. Теперь мы повторим с вами, как сделать кнопки, чтобы включить всю картинку. Для этого кликаем правой кнопкой мыши по рыбке. В нижнем правом углу выбираем светофор. Я выбираю зеленый цвет. И на зеленый записываю команду «Отомри», чтобы включилась эта рыбка при нажатии зеленого сигнала светофора. Сохранили. И точно такую же команду мы должны записать на все анимированные объекты. Светофор. Зеленый сигнал светофора. И команда «Отомри». Все сохраняется. Чтобы картинка остановилась, то есть все объекты застыли нам, достаточно. Также правой кнопкой мыши кликнуть по объекту, выбрать вкладку «Светофор». И на красный сигнал светофора записать команду «Замри». Все это сохранить. Все это вы уже помните из предыдущего проекта. Я желаю вам творческих успехов. Всего доброго. До свидания.